Сезон черешни. Черешня – это одна из самых любимых ягод среди современных людей, особенно садоводов со своими участками. Спелые ягоды отличаются богатым числом витаминов, а также отменным вкусом. Также, черешня привлекает очень многих своими ранними сроками созревания, ведь именно эта ягода открывает витаминный сезон в стране, даря первые вкусные ягоды своим владельцам. Чтобы правильно выбрать сорт, важно знать, когда созревает черешня разных сортов в разных регионах. На заметку, сезон черешни в России для разных регионов отличается существенно. Разница начала созревания ягод может достигать до месяца. Особенности растения. По своей сути, дерево относится к южным растениям. Но сегодня селекционерами выведены такие сорта, которые будут прекрасно расти в северной части средней полосы России. Можно подобрать определенные сорта, которые в течение зимы не будут обмерзать. Каждый регион отличается определенными сроками созревания черешни. Этот период зависит от климатических особенностей конкретной области погодных условий года. Также время созревания черешни зависит от сорта. Черешня в общей сложности. Все растения этого вида можно разделить на ультраранние и ранние, средние, со средним сроком созревания. Важно! Спелая черешня – это полезный продукт, в котором содержится большое число витаминов, необходимых для ослабленного зимой организма человека. Сколько полезных веществ содержится в ягоде, зависит от сорта. Когда в России созревает черешня? Для каждой полосы растение выбирается в зависимости от срока созревания. Если зимы в местности холодные, при выборе следует останавливаться на морозостойких вариантах. Лучшие сорта черешни для Подмосковья и Москвы Черешня считается растением южным, поэтому долгое время мало у кого получалось выращивать ее в Подмосковье средней полосе. Но, благодаря успешной работе селекционеров, в конце прошлого века у садоводов этого региона появилась подобная возможность. Не только были созданы ранние зимостойкие сорта, также претерпел изменение климат. Зимы стали менее суровыми, а лето более жарким и теплым. К наиболее ультра ранним сортам следует отнести прекрасный сорт Валерий Чкалов. Сорт Валерий Чкалов в период созревания черешни зависит от сорта. В начале лета, середины и конец июня созревают такие сорта, как преусадебная желтая и путь остуженка. К среднепоздним сортам, которые в Подмосковье дают спелый урожай, в начале июля относится черешня Фатеж. Интересно, есть несколько достаточно поздних сортов черешни, ягоды которых созревают в середине июля. Это брянская розовая ревная течивка. Как видно, сезон черешни в Подмосковье и Москве зависит не только от климата этой местности, но и от выбранного сорта. Если посадить в саду разные по срокам созревания деревья, то можно продлить себе сбор вкусной и полезной ягоды с начала июля до середины или конца июля. Сезон черешни в Воронеже. Город Воронеж и область относятся к центрально-черноземному региону. Сюда же следует отнести и Белгородскую, Липецкую, Тамбовскую, Орловскую и Курскую области. Особенности этой местности предполагают выращивание не всех сортов черешни, а также выборы их по сроку созревания. Чтобы успел созреть урожай, важно знать, когда созревает черешня в Воронеже разных сортов. Черешня и янтарный сезон черешни в этом регионе начинается в первой декаде июня. Спеют в этот период следующие сорта – Ариадна и Путь июньская. К среднеспелым сортам, которые дают урожай с конца июня и до середины июля, относятся Аделина, Малыш, Земляничка, Радость, Интарная. Их можно с успехом выращивать в садах Воронежа. К более поздним вариантам, которые дают урожай, в конце июля требует отнести сорт Паэзия. Сезон черешни в Сочи Город Сочи относится к южному региону страны, где плоды практически всех растений созревают намного быстрее, чем в других более холодных климатических зонах. Черешня – это идеальный вариант для этой территории, так как в подобных городах растет много фруктов и овощей, которые для остальной части России являются экзотическими. Ягодный сезон начинается уже в мае. Черешня, клубника и вишня будут с середины мая радовать своих владельцев вкусными сочными плодами. На заметку, те сорта черешни, которые в Подмосковье созреют только в июле, в Сочи, Анапе, Волгограде, Краснодаре и других южных городах будут спелыми уже в середине и конце июня. Когда черешня созревает в других регионах России, понять, в каком городе России и когда зреет черешня, можно исходя из того, к какой части страны относится местность. Если города располагаются в южной части РФ, Остраханская и Волгоградская области, Краснодарский край, Ростовская область, Крым и другие, то собирать урожай ранних сортов черешни в садах можно начинать уже с середины мая. Сбор урожая, если двигаться в более холодную сторону, то сроки созревания отодвигаются и сезон сбора черешни наступает позже. В самых холодных районах, например, в Сибири и на Урале, где еще может прорастать растение, первые ягоды появятся только к концу июня. А поздние сорта дадут вкусный спелый урожай только к середине августа. Сезон черешни в различных странах. Такое дерево, как черешня, растет не только на территории России. Многие садоводы других государств также с успехом выращивают это растение. Время созревания в различных странах будет отличаться, соответственно, продаваться на рынке ягоды из определенных стран должна в соответствии с сезоном. Чтобы купить раннюю ягоду из-за границы, важно знать, где созревает черешня в мае. В Абхазии сезон черешни наступает в конце мая. Плодоносить начинают самые ранние сорта. Более поздние разновидности растения дают урожай к концу июня. Черешня, которая растет в Азербайджане, созревает очень рано. Ранние сорта могут радовать ягодами уже в середине мая. Более поздние виды закончат давать урожай к концу июля. Азербайджанская черешня одной из первых появляется на прилавках России. Многие сорта черешни, которые предназначены для выращивания в Азербайджане, России прекрасно растут на территории Украины. Здесь со сроками все немного сложнее. Та часть страны, которая расположена южнее, предлагает вкусные ягоды уже с середины мая. В более северных регионах они появляются недели через две. В Белоруссии черешня поспевает как в Москве и Подмосковье. Самые разные морозы устойчивого вида созревают в первой декаде июня. Более поздние порадуют ягодами к началу августа. Армения начинает собирать урожай черешни уже к концу мая. В общей сложности сезон ягоды продолжается на протяжении 3-4 недель. Молдавия в самом начале лета привлекает большое количество туристов, так как именно в это время начинает созревать огромное количество ягод, в том числе и черешня. В Узбекистане вишневый черешневый сезон начинается в мае и концу июня уже заканчивается. Даже самые поздние сорта уже радуют своих владельцев вкусными ягодами в начале лета. В Турции сезон черешни наступает в мае, но, стоит отметить, что он очень короткий, не более месяца, так как эти ягоды не могут долго храниться. Сезон черешни в Турции, зная, когда спея черешни в разных странах, можно будет легко ориентироваться на рынке. Ведь многие недобросовестные продавцы обманным путем пытаются выдать ягоды запревозные с различных стран. Чем экзотичнее страна, тем выше по цене получится продавать ягоду. На заметку, ранней весной всем хочется витаминов и при появлении первых ягод, естественно, возникает желание их купить. Чтобы понимать, откуда привезена продукция, важно знать, созревает черешня в мае, а где начинается сезон ягоды позднее. Наиболее распространенные вопросы. У людей, которые хотят вырастить в своих садах такое растение, как черешня, возникает огромное количество вопросов. Это не только, когда поспевает черешня. Ответы на них помогут сохранить зимой дерево и получить с него не только вкусный, но и богатый урожай. Урожайность черешни с одного дерева интересна. Черешня относится к неприхотливым деревьям, которые отличаются хорошим иммунитетом ко многим заболеваниям и высокими показателями урожайности. При хорошем уходе урожайность с одного дерева черешни 5 лет можно получить до 150 кг. Но это максимальная цифра, как показывает практика, на самом деле в среднем урожайность достигает от 25 до 60 кг. Как повысить урожайность черешни этот момент, наверное, самый главный у любого садовода, так как большинство плодовых культур сажается для получения урожая, чем он выше, тем лучше. Существует 4 основных условия, которые необходимо выполнить, чтобы повысить урожай на своем участке и правильно подобрать сорт черешни. Очень важно не только выбрать сорт, пригодный для местности, в которой будет расти черешня, но и правильно подобрать соседей. Так как эта культура самобесплодная, потребуется на участке сразу садить как минимум два сорта. При этом важно учитывать сроки созревания. Рядом должны расти или ранние со среднеспелыми или среднеспелые с поздними. А вот ранние с поздними не дадут желанного результата, так как из-за различного срока цветения опыления не произойдет. Можно посадить все три вида. Раскислять грунт. Такая культура, как черешня, предпочитает для прорастания почвы с низкой кислотностью. Для этого требуется внести в почву известь. Для легких видов грунта берется на каждый квадрат 300-400 грамм. Для более тяжелых вариантов потребуется внести до 800 грамм. Извести на каждый квадрат. Выбрать правильный участок. Место, где будет расти дерево, должно быть сухим. Если грунтовые воды будут располагаться ближе, чем полтора метра, можно урожая не ждать. Поэтому сажать черешню лучше на возвышенностях. Чтобы уберечь корневую систему от лишней талой влаги и снега, следует вокруг посадок капать дренажные ямы глубиной около 60-80 сантиметров. Проводить регулярную стрижку. Черешня в молодом возрасте очень активно дает прирост до 120 сантиметров. Но зачастую верхушки у дерева зимой обмерзают, а ягоды летом не успевают дозревать, особенно в более холодных регионах. Чтобы весной не обрезать сухие и подмерзшие верхушки, можно прищипнуть концы побегов еще летом при достижении молодого дерева 70-80 сантиметров. После такой процедуры активнее начнут расти боковые побеги, которые сделают крону более густой. Такие простые мероприятия помогут ежегодно получить желанный урожай. Обрезка черешни удобрения, чтобы повысить урожайность, чтобы увеличить урожайность плодового дерева требует поздней весной вносить удобрения, в составе которых преобладают азотные составляющие. После цветения их лучше не использовать, чтобы растение после активных дождей не пошло в рост. В период формирования ягод и их созревания лучше всего вносить в рекорневую зону калийные и фосфорные составы. К сведению, помогут усилить иммунитет дерева биостимуляторы, которые благоприятно скажутся на росте растения. Как сохранить урожай и защитить от птиц нередко, организовав правильный уход за растением, порадоваться зрелым вкусным ягодам не получается. Так как находятся более активные уборщики ягод. Это скворцы и дрозды, которые могут собрать урожай с дерева буквально за сутки. Они замечают намного быстрее хозяина, что черешня поспела. Скворцы на черешне на заметку. Чтобы обезопасить ягоды от интенсивного сбора птицами, следует заранее разместить на дереве отпугивающие конструкции. Это могут быть яркие светоотражающие ленты или компакт-диски. Но лучше всего использовать сеть, которой накрывают дерево. Предпочтительнее подобрать рыболовную сеть с мелкими ячейками. Вокруг черешни вкапываются высокие колья или столбы, на них закрепляется проволока. На нее набрасывается сеть. Черешня – очень вкусная ягода, которая по своей природе относится к южным растениям. Но сегодня существует огромное количество сортов, которые прекрасно растут в регионах с более холодными климатическими условиями. Правда, при выборе вида культуры следует учитывать не только когда созревает ягода, но и когда отходит черешня. При соблюдении самых простых правил агротехники очень легко получить хороший вкусный урожай.